Товарищи, всем добра! Что же нам делать, если нет меток? Например, у вас портальный станок. Сразу оговоримся, с какими станками методика работает точно. Это Вэли, РБ, МТ, ХБ, ЛБ и СБ. Лезем под телескопические кожуха, проверяем наличие концевиков. Это вот такая штука. Они обычно стоят на неподвижных частях станка, а на подвижных стоят трапециевидные кронштейны. Вот такие. Устанавливаем ось примерно в середину хода. Параметр Right Enable ставим в единичку в режиме MDI. Далее лезем в параметры, в System. Параметр 1815, четвертый бит, который называется APZ, должен быть нулем. А параметр 1008, четвертый бит SFD, мы должны установить в 0. Перезагружаем. Выбираем режим ZRN и жмакаем кнопочку нужной оси. Речь идет о группе кнопок, с помощью которых выполняются перемещения в режимах Rapid, Jog и ZRN. После чего станок поедет в сторону нуля. По определенной оси, соответственно. Ехать будет с какой-то постоянной скоростью, в нашем случае это 2000 мм в минуту, и будет реагировать на переключатель подачи. После того, как трапециевидный кронштейн едет на концевик, станок перестанет реагировать на переключатель подачи, и скорость снизится, в нашем случае до 500 мм в минуту. Как только кронштейн съедет с концевика, станок остановится в машинных координатах, начнет отображаться 0. А в параметре 18.15 АПЗ настраиваемой оси будет установлен в 1 автоматически. Возвращаем 1008 параметр 4 бит в единичку и перезагружаем станок. Все готово, мы молодцы. Подозреваю, что на любом фануке при наличии на станке концевиков физических данный метод сработает. Если есть что сказать по этому поводу, оставьте, пожалуйста, коммент. Далее проверяем все точки смен инструментов и головок, если такие имеются. А также калибруем систему привязки инструментов. Всем добра!